друзья собственно система смазки станка шанс к 20 начинается вот с этого бочка поняли видите вот бачок вот два отверстия эти сюда вставляется я вам сказать для заливки тоже понимаете используется можно через них то только через них и заливается но друзья я вам скажу здесь кое-чего нет да вот в это вставляется пробочки такие со шлангами которые один идет отсюда с этой коробочки сливается второй с главной идет шлангочка вот сюда вот вы видите маленькие стоит насосик очень маленький так и вот шкив который идет от электродвигателя идет сюда на шпиндель у это еще не шпиндель здесь мог то но не это сейчас для нас главное а вот маленький сбоку шкивочек видите он идет сюда будут маленький такой ремешочек он приводит движение вот этот насосик и это насосик с этого бачочечка вот контрольное стекло она должна быть до половины залито understand и вот этот насосик маленький начинает качать видите куда он качает вот пошла трубочка от насосика да вот в эту коробочку потом она пошла вот по трубочкам видите наверх сюда вот вот эти трубочки вот они идут сюда вот в эти два две коробочки переднюю бабочку и вот эту коробочку шестереночками но вы уже изучали вы знаете я не хочу повторяться идет смазка вот от этого насосика друзья смысл системы смазки у всех станков один и тот же но расположение механизмов и трубочек бывает разного вот посмотрите видите вот этот распределитель он прикручивается к корпусу да и вот главная трубочка идет от насосика видите идет на распределитель потом видите по трубкам бац сюда идет на подшипник увернее на шестеренку которая наливается она своим вращением разбрызгивает здесь вот видите сюда посмотрите еще сюда льется да вот сюда внутрь в подшипник льется сюда тоже понимаете какая система вот откуда идет это одна из один из способов смазки вот еще одна схемка смотрите рисунок правда не очень но вы наверное увидите вот отсюда я вам показал трубочка входит в корпус и вот пошел двойник это явно не тройник значит смотрите внимательно одна трубочка пошла сюда на смазку подшипника шпинделя 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 этот шпиндель вот вторая трубочка пошла вот на это корыто видите корыто а с этого корыто самотеком тут вот наблюдаются кое-где дырочки корыть и в этом некоторых станках еще одно корыто вставится сзади и самотеком льется на эти шестеренки на валы и шестеренки и таким образом это смазывается вы согласны что это очень просто а все что просто это гениально но есть еще самый простой способ до него мы сейчас скоро придем я вам покажу его сейчас вы наверняка поймете еще одно очень гениальную систему смазки это как раз танка 1к 62 одна из один из способов смазки тут друзья тоже очень гениально все здесь масло заливается сюда прямо на дно бабки и вот смотрите вот этот механизм с пружиночкой стоит это насос понимаете он якобы механический действует под пуржом там который качает внутри и ходит под действием эксцентрика и он значит видите вот трубка пошла она пошла на дно там заборник масло и вот она закачивается сюда потом хитрым способом через эту трубочку выкачивается идет сюда на фильтр видите вот фильтр стоит старинный такой способ прощищает он значит масло и потом по трубочкам вот тройничок по трубочкам все пошло распределяться здесь тоже корытка с дырками тоже сливается самотеком строите куда надо а куда не надо по трубочкам течет поняли гениально гениально вы можете быть уверены что все конструкторы станков гораздо гениальны нас с вами дальше пойдем посмотрим еще способы смазок а вот этот способ самый гениальный виде нету никаких ни насосов ни коры там не трубочек на дно наливается масло стрелять и она нижние шестеренки купаются да и разбрызгивается масло по всем остальным шпинделям и не шпинделям срете я же говорю конструкторы станков это гениальнейшие люди отдадим им должное и и будем работать друзья на том что они придумали но чем проще тем гениальнее я не устану это повторять друзья и вон тоже конструкторы есть такие хорошие люди они любят очень усложнять процесс жизни токаря чем сложнее станок я думаю так чем чем электроннее станок тем труднее токаря но я имею ввиду нормальному садовому хреновому на своему ну вы все равно друзья учитесь тому что есть спасибо за внимание при смазке станка используется и такой простой метод смазки наркоманческий видите шприциком вот здесь находится масленочка там шарик подпружиненный поняли вот еще один видите вот заметьте хорошенько посмотрите есть несколько таких точек там еще на бабочки есть она на задней вот таким методом тоже такой метод смазки тоже применяется он хоть и очень древний но полезный друзья но его окончании значит нашего урока по смазке станков я вам хочу напомнить о народной мудрости кашу маслом не испортишь понимаете поэтому любой механизм любит смазку любой и чем лучше он смазан тем значит надежней будет работать смазка однако же насколько мне известно из моего опыта почему она такая жидкая масса завица она еще играет роль охлаждения всех этих трущихся шестеренок фигненок и так далее вы надеюсь тоже это знаете ну и в конце я вам расскажу маленький такой маленький анекдот про кашу с маслом это молодой артист пришел в театр работать но ему первую роль дали сказали выйдешь на сцену и скажешь всего одно предложение кашу маслом не испортишь ну он зубрил ее несколько дней перед выступлением ну спектакль начался да и он такой уверенный в себе выходит и бот смотрит сидит наглая морда поручика ржевского про поручика ржевского все знаете анекдоты сидит и улыбается и он забыл слова этот артист и говорит машу каслом не испортишь а поручик сидит выхмыляется смотря каким каслом поняли народную мудрость спасибо за внимание